В этом году выпускные торжества в Донском государственном техническом университете начались необычно. Выпускники 2014 года посадили на аллее выпускников деревце Туэ в память об этом замечательном дне. Мы думаем, что оно приживется и будет радовать остальных студентов. Самое важное, скорее всего, это студенческие годы чудесные. Они порой были трудными, порой радостными, счастливыми. Новые друзья, новые знакомства. Спасибо большое ДГТУ за то, что для нас сделает и будет делать в будущем. Я очень рада. А на площади Гагарина уже собрались сотни студентов-выпускников ДГТУ. С ними их преподаватели, наставники, родители, братья и сестры. Все они пришли чествовать лучших из лучших. Тех, кому сегодня на этой прекрасной площади будут вручены красные дипломы о высшем образовании. Сегодня наступает тот час, тот момент, когда вы точно расстаетесь. Но я думаю, что вы сегодня обязательно в своих сердцах скажете спасибо. Спасибо, в первую очередь, преподавателям вашим, те, которые вам дали хорошее образование. Деканам факультета. Всему университету. Но я думаю, что вы обязательно скажете спасибо своим родителям, которые вам помогли, дали возможность, чтобы получили это образование. Дай Бог вам здоровья. Удачи вам. Я люблю вас, обнимаю. Ура! Выпускникам ДГТУ 2014 года обратились почетные гости праздника. Многие из них также выпускники нашего вуза. Я думаю, вы сами будете много лет с удовольствием. Все они нашли в этот день самые сердечные, самые нужные слова напутствия в большую жизнь. Я желаю вам, чтобы вы взяли с собой светлую мечту. И эту мечту помогла вам осуществлять воля, мужество, терпение. Как всегда, с пламенным призывом к молодежи обратился легендарный генеральный директор ПО «Россельмаш», герой социалистического труда Юрий Александрович Песков. Без веры нет жизни. Человек должен верить. Верить не только в Господа, хотя это не мешает. А верить прежде всего в себя, в свои силы, в свои возможности. И всем каждый день, каждую минуту своей жизни он должен это доказывать, независимо ни от чего. Успеха вам! И вот они, эти долгожданные мгновения счастья и победы. Выпускники 2014 года получают дипломы о высшем профессиональном образовании. В этом году дипломированными специалистами в ДГТУ стали почти 3,5 тысячи человек. И сегодня лучшие из них получают дипломы с отличием на площади Гагарина, перед лицом своих товарищей, родителей и гостей торжества. Донской государственный технический университет выпускает специалистов высшей пробы. В 2014 году более полутора тысяч инженеров с дипломами нашего университета начнут работать на благо Донского края и России. В ДГТУ учится молодежь из многих стран мира. Им тоже вручают сегодня дипломы специалистов. Альма Матер, Донской государственный технический университет, выпускает сегодня своих птенцов в большую, светлую, настоящую жизнь. Что же так затуманилось вдруг? Часть выпускника в ДГТУ-2014. Голуби в небо! Летите, друзья, и высоко несите гордое звание гражданин своей страны. Мы так рады и очень грустно прощаться с любимым университетом. Вы знаете, я, наверное, чувствую радость все-таки. Очень все печально, грустно. Не верится, что пролетели все эти пять лет. Эти пять лет для нас были очень счастливыми. Да, и очень гордимся, что здесь учились. У нас праздник со слезами на глазах. На самом деле рады, что закончили, но, наверное, грустно покидать стены родного университета. Я очень люблю ДГТУ. Очень-очень. Я получаю знания тут, не зря. Я хочу участвовать в развитии своей страны. Я сильно-сильно этого хочу и думаю, что этого будет. Я считаю, что в первую очередь надо воспитать человека. Человека, который должен любить, который должен понимать, который должен знать, где он. И суть, вообще для чего на свет этот человек появился, какая задача, предназначение этого человека. А все остальное это дополняет этого человека. Внутреннее состояние это должно быть самым главным везде, во всем. Любить окружающих, делать добро, творить добро, и все будет хорошо. Мария Якушечкина, Наталья Шинкаренко, Яков Кардо, Никита Кардо, ДГТУ-ТВ.